Сегодня у нас открытая тренировка перед Харьковским международным марафоном, третьим марафоном уже начиная с 2014 года. И мы решили провести тренировку для всех любителей, которые бегут разные дистанции с профессиональными тренерами, которые им подскажут, как бежать, что есть, как заниматься перед марафоном. Это такая вводная часть, и мы будем практиковать в следующем году постоянно бегать тренировку. Сегодня тренировка больше в стиле фанки, мы собрались, пообщались. Сегодня было общение, а не тренировка. Тренировки, подготовка к марафону предусматривают разные виды тренировочных нагрузок. Общая физическая подготовка, естественно, работа на растяжку, прыжковые тренировки и, естественно, очень много бега в разном темпе. Переменного, повторного, тренировки, которые занимают 2-2,5 часа, это не всегда красиво, но приводит к какому-то результату. То есть марафон – очень сложный вид спорта, к которому надо подходить, прежде всего, исходя из того, что тебе это нравится, ты это любишь. Если тебе это не нравится, ты это не любишь, то на самом деле не стоит этим заниматься. В данный момент, как мне показывает мое наблюдение и практика, здесь в основном любители профессионалов, здесь практически единицы. Я уже около трех лет занимаюсь бегом, поэтому участвую в каждом харьковском марафоне. Меня папа потихоньку начал приобщать к бегу, я тоже начала с этого года тренироваться и стараюсь тоже во всем участвовать, потому что это так, ну не знаю, классно, когда весь город такой какой-то, не знаю, спортивный дух. Это третий в Харькове марафон, и я вот первые два смотрела, ужасно завидовала, и в прошлом году решила, что тоже соберусь и обязательно пробегу. В принципе, бегу марафон, побегал на тренировке уже и решил побежать его на одном из крупнейших марафонов в Усточной Европе. Перед полным марафоном нельзя бежать уже объемы, за три недели снижаем, и они сегодня бежали очень легкую тренировку, это 4 километра плюс специальные беговые упражнения. Работа на технику бега – это очень тонкая работа, которая длится не одну тренировку, проконсультировать, подсказать это невозможно, то есть каждому спортсмену должен быть индивидуальный подход, и тренера этим занимаются 2-3-4 года, поэтому если говорят вам, что вы можете поправить технику бега в течение одной тренировки, где-то в это, особенно в такой промежуток времени, как неделя перед стартом, перед марафонским, лучше в это не влазить вообще, это может привести к последствиям. Готовился пару месяцев, бегал длинной дистанции, плюс занимался кросс-витом, тоже помогает до бега. До этого у нас проходили в парке Горького парк ран, и как бы, ну, все так бежали, тем более после зимы было немножко тяжело, сейчас полугода наладилось, тем более, вот у нас был тренер, чемпионка Европы, она рассказала много полезной информации, дала много действительно нужных советов, которые помогут пробежать следующее воскресенье дистанцию хорошо, я надеюсь. Поделилась своими секретами спортивными, так что было очень интересно. Так как нас немного все-таки контролирует тренер, поэтому упражнения были для нас довольно привычные, но вот мы тренировались с Юлией Кривсун, девушке, и все-таки она помогла смотивировать, дала очень хорошие советы, хотя как бы мы не совсем, ну, любители, а кое-что знаем о беге, все равно узнали много нового, благодаря Юлии, и все-таки она как профессиональная спортсменка очень мотивирует и хорошо, четко отвечает на вопросы, на которые даже в интернете, ну, довольно сложно найти ответ. Ну, ошибки в чем заключаются? Неправильно ставят стопу, как бы, из-за этого идет закисление мышц, потому что неправильная техника бега, но в данном уже, за данное время уже ничего исправить нельзя, можно какие-то дать советы в дальнейшем, как тренироваться, чтобы тебе это больше доставляло удовольствие, а не каких-то неприятных моментов. Ну, я планирую бежать 10 километров. 4, да. Марафонскую эстафету 4 по 10,5 километров, то есть у нас будет команда из 4 человек, 4 девушки, и мы будем бежать. Я буду участвовать в этом празднике бега, но буду бежать 10 километров. Знаете, всегда кажется, что еще очень далеко, еще есть время подготовиться, но потом оказывается, что все, соревнования через неделю, поэтому, как бы, всегда нужно быть готовым. Выбора-то особо нет, но готовы, я думаю. Ну, да, все время все равно тренируешься, в чем-то участвуешь. Ну, для меня это какой-то вызов для себя, какие-то преодолеть этапы. Сейчас я могу оценить только их огромное желание, преодолеть дистанцию, подсказать им, дать кое-какие советы, а их подготовку к марафону могут оценить только их тренера, с которыми они работали. Мы хотим объединить всех, мы хотим сделать свой клуб, и чтобы люди занимались, скажем так, с головой, а не сами по каким-то там своим программам, с профессиональными тренерами. Участникам всем удачи, всем любви к бегу, всем хорошего настроения, прибежать, получить заряд позитивных эмоций и марафонцам сохранить свое здоровье. И после преодоления первой марафонской дистанции остаться верным марафону, и чтобы сохранилась любовь к этому виду спорта. Спорт – это движение, спорт организует, и победа в спорте над собой влечет победы и также во всех отраслях жизни. Поэтому только вперед, только победа! Редактор субтитров А.Семкин